И сегодня, во время митинга, к протестующим вышел министр жилищной политики региона. Андрей Капитонов подробно рассказал, что сейчас делают региональные власти, чтобы сохранить стратегически важное для области коммунальное предприятие и обеспечить его дальнейшую работу. Уже приняты жесткие кадровые решения. Прежний директор, который пытался отправить 2000 людей в бессрочные отпуска, уволен. Также разработан детальный план действий по погашению долгов перед кредиторами и сотрудниками предприятия. В бюджете Иркутской области найдены 317 миллионов, которые уже пошли в муниципалитеты. Муниципалитеты, в свою очередь, имеют задолженность по выплате за электроэнергию и за тепло. Они, эти денежные средства, есть договоренность, что будут платить в Иркутск Энерго и по приходу этих денег перечислять облкоммунэнерго. В первую очередь для выплаты просроченной задолженности Сбербанку 3 миллиона и, конечно, долгов по заработной плате.